Автальмологи из Иваново продолжают обследовать окружных школьников. Напомню, специалисты приехали в Нарьинмар по приглашению региональной общественной организации Ассоциации родителей Ненецкого автономного округа. На сегодняшний день уже обследовано около 400 детей. У большинства из них серьезные проблемы со зрением. Со специалистами удалось пообщаться нашей съемочной группе. Много детей с патологией? Много. То, что у нас было, большое количество патологий. Врачи-офтальмологи сегодня проводят диагностику в пятой школе. Желающих проверить зрение очень много. Дети идут нескончаемым потоком. Приходится работать с 8 утра до 9 вечера. Цель наша – это скрининг. Есть патология или нет патологии. Если есть, то дальше мы уже направляем конкретное лечение. По словам специалистов, почти у всех обследованных детей выявлена патология. Единицы имеют стопроцентное зрение. С развитием гаджетов, с развитием всевозможных планшетов, телефонов, где они очень близко смотрят, экран подносят, смотрят телевизор лёжа. То есть вот это всё обуславливает ухудшение зрения. А рекомендации какие-то можете дать? Конечно, перерывы. То есть мы всем деткам раздаём рекомендации в виде гимнастики. То есть мышцы глаз нужно так же тренировать, как любое другое мышцы тела. И поэтому нужно их тренировать. То есть мы здесь шаблончик рассказываем детям, как проводить именно эту гимнастику. Также есть рекомендательная таблица по поводу, сколько времени проводить за просмотром в телефоне, либо телевизор программы. Возможность пройти качественную экспресс-диагностику школьники получили благодаря проекту региональной общественной организации Ассоциации родителей Ниньского автономного округа. Желающих очень много. Телефон у нас разрывался. И ВКонтакте писали, и сообщения писали. Желающих очень много. Мы, конечно, стараемся принять по максимуму. Специалисты, которые рассматривают детей, они обсматривают очень тщательно. Если есть необходимость, дают рекомендации, рассматривают и по диагностике, и по традиционным классическим таблицам. И по результатам всего осмотра рекомендации будут направлены к нам в регион, направлены в школы для дальнейшего дообследования, для дальнейшего лечения. Специалисты будут работать в Наринмаре еще два дня. За это время они планируют обследовать еще порядка 200 детей. Любовь Пермякова, Ленис Шишелов, Телеканал «Север».